так дорогие мои немного счет 00 все теперь я готов поехали предатору стоит сосредоточиться ведь пепка очень хорошо играет авокин можно сказать что это одна из лучших карт никиты на плюс бэки как и в атаке он конечно же замечательно никита недавно потянул предыдущий предпоследний турнир истоте никита взял свою пользу это были распри так скажем со стоунами стоун решил переиграть карту которая началась с глюками интернета для никиты и после переигровки значит никита пепка за имел место в лидерах и обыграл 100 занял первое место ух собрались ребята энергии комментирования пепка пытается уже напасть но видимо предатор тоже умеет играть от плюс бэка и эти парни металл ловит ракету вторая не зашла но пепка очень агрессивно уже не похожа на никиту судя по всему предатор играет на ментальной составляющей никиты и реально ребята это реально у предатора нервов побольше нежели у пепка я ни разу в жизни не видел за агреным либо растильтован им первое право виталика никогда не видел второе предатора возможно этот круг не последний этот счет не последний но дима юморной интересный человек мы раньше много общались в дискордах висели когда формировалась air волна много времени потрачено было на разговоры и но он вообще не горит и судя по всему это хорошо действует и в плане игры ведь вы посмотрите ребята уже третья минута в самом что ни на есть разгаре а не попал рельсу ребята мига лежит рисковал и пепка сейчас рискует как-то предатор вообще разыгрывал эту мегу не не интереснейшим способом потому как не получилось да он хотел как-то нагнать никиту и буквально пара метров возможно не хватило подложить те 30 хп и сейчас заканчивается третья минута еще более не открыл но ребят интрига нарастает каждой секундой давайте смотреть пепка только что такой крутой был и раз и все и начал скрываться и обилка просто в никуда улетела предатор явно не глупец и здесь встреча контакт близки летят ракеты кому-то надо откисать и на 17 хп выжимает петь к петь к извините петка первый блин это было красиво чувствовалось мораль напряжение так спокойствие только спокойствие снова боевые шахматы мига в этот раз достается предатору и как же дима будет разыгрывать дефицит стэка у пепка пепка в лучшем из своих амплуа выступает на плюсбеке сейчас и надо попадать предатор пытается что-то контур шпикать но нет ребята две точнейших рельсы от никита лишают жизни дума это уже 20 и здесь игра уже совсем по другим правилам пошла пытается агрессивно выиграть и предатор но нет ребят все ракеты все же никита попадает и эти ва банки который играл предатор они уже где-то далеко забыты и вы знаете если уже утопичным взглядом наблюдать ситуацию сложившиеся на вуки нет ну признаюсь можно уже не интересовать одно боевка очень неплохая исходя из правил плюсбека все правильно делает пепка и здесь даже немножко наглости проявления тоже дают свои плоды 6-0 представляете ребята вот сейчас вот именно но пух попустила этот напряг для никитоса можно стереть испарину с лысинки вот все очень четко у тебя 60 и вроде бы ты шарашишь и вроде бы как даже семерочка но как-то так признаюсь я думал что у пепка первым как бы хрустать нервы всегда когда рассказывал о психологической стабильности предатора буквально пару минут выше по стриму вот я имел ввиду что пепка сейчас хрустит и пойдет ва-банг но судя по всему реализатор не подвела никиту и ва-банг уже приходится каким-то образом реализовывать предатору что за 4 с хвостиком минуты до конца явно блин вы знаете такая я даже не знаю вы смотрели фильм там где джордж клуни и сандра балок про космос я забыл гравитация он назывался там настолько желание сандры балок чтобы клуни обратно вернулся в корабль пока она спала что вот клуни рад и в космосе прям встретился с ее модулем еще и залез внутрь ну ладно вот первый фраг для предатора времени конечно очень мало каких-нибудь фраговым посмотрим ну и где по всему это время надо провести подставлением а пепка с ними справляется да и шахты и позиционка конечно у никиты уникально красиво девятый фраг зарабатывает пепка как интересно отточен момент ребята буквально миллисекунды отделяют от заема позиции до того момента когда надо стрелять и никита во все эти моменты успевает успевает до ракеты уже нету к 25 хп лучший вариант для того чтобы в предатору начинать проявлять себя но отбилки нету и каким образом догонять да еще и три балдец на 70 прилетает не из тех ребят предатор склонен останавливать катку досрочно хоть и как бы наученцы с хэштега хорошо перемалывает в этом бою пепка две минуты осталось и 7 фрагов загажники блин ну много много очень много это пытается каким-то образом морочить помните ребят очень известное такое было выражение устоявшиеся в советском союзе морочить яйца она такое кассовая балдежная мне кажется должно иметь место и сейчас современности что ты мне яйца морочишь что-то нечто подобное по моему по качеству глагол а происходит и сейчас морочка яиц ребята но это квейк и его правила видимо психологическую стабильность и еще вырабатывает как заборай предатор ведь она не родилась у него вот именно по умолчанию по дефолту скорее всего это было на работа на и он просто действует по тому правилу с которым играл например предыдущие 20 лет неплохие фраги демонстрирует понимает пепка что конечно же предатору не удастся отбить все и поэтому немножко аркады проявляет в конце это гг и первая карта достается пепка второй раунд в самом разгаре поехали дальше так ну поехали ребят-то ребята караппит кипец быстро решил вопросы предатор решил супер шока прям 3 спа напасть на анарке оголтелым можно назвать этот выпад шоку ребята вовремя не стал короче мансити выждал некую паузу перед тем как выстрелить шоке и это уже 2 0 для предатора свалился вниз пепка и понимает предатор что здесь стека нет куда ты дядя куда ты пепка вниз надо было ловит еще тотемчик на ходу на респауне 5 секунд до миги пепка планирует драться до конца летят ракеты бам от обоих игроков и здесь вырисовывается шанс у предатора забирать ребята оба айтема что принципе дима как мы смотрим и реализовывает оба мейкера на счету голены в отличие но бог поставил бы на ее мои нет патронов но есть тайминги и можно с легкостью заходить на шафт на шафт понимает приблизительную позицию оппонента предатор забирает очередную мегу и здесь вот надо немножко проявить аккуратности дабы это все преимущество в три фрага не закончилась чем-то хрэйви лежит хрэйви до оппозиция анарки обусловила ему подъем хэви армура выкрал так скажем никита его и здесь уже предатор может лежит с оппозиции на мегу что в принципе и происходит ранее занятая позиция анарки мешает голени пройти на этом и теперь 100 кп осталось ого 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 не но это балдеж нагло справляет никита и это не дает ему возможности так скажем переломить ход событий 6-0 уже вот вот так вот отлично читает респаун предатор 7-0 довольно динамично развивается в сторону голены corrupted keep и вот уже черепной хэви на стороне предатора камон камон надо душить надо дальше пепка только после 10-0 мне кажется сдаться довольно неплохо драка на шафтах развивалась и в сторону пепка однако довольно таки весомый стек был у предатора если бы еще зациклить желтый арморчик с вот этим вот хэви и было бы здорово corrupted keep это тоже так каким молден зона с четырьмя айтемами двумя мажорами и двумя минорами закончились ракетка чем и воспользовался никитка и вот здесь вот перелом контроля ребята сможет ли анарки вернуть все эти фраги так удобно мега желтый сейчас хэви армик шелковый путь так скажем формирует сейчас наркоманчик анарки камон и начинается поиск голены сюда одевает ракеты ребята ребята за борт вообще выпрыгла какие ракеты от дмитрия тайминг приблизительно есть и вот здесь мига на стороне галены до патрончиков не добежала голена до патрончиков а стоило бы какой длинный шахту пепка вы почувствовали ух такой прям ощутился все знают кто где как будто бы его драка в окопах 5 минут и шифра 6 фрагов разницы страдает голена до пепка сам не может похвастаться большим стеком у уууу ребята на 11 хп свежепоставленный тотем позволил остаться предатору да еще и фраг сделать что же будет делать пепка конечно же никита немного нервничает 57 выходи добить ну и конечно как птичку в воздухе добивает такие красивые гг пишет никита ребят гг не справился с этой читкой она была абсолютная дмитрия предатора даже скорость анарки не позволила пепка уйти от этой mind игры димы гг ребята это 11 и дальше самое интересное во втором раунде так ребят ну поехали пепка предатор решающий раунд и смотрите противостояние стихии именно так называю я бы эту пару никс и волха квайзера посмотрим посмотрим и самому интересно я думаю очень долго не будет фрагов возможно даже до овертайм отойдет а имеется рельсочка уже у предатора пепки надо думать над путем и и заимения слышать что на ракету пошел предатор и это время пытается потратить предатора там вообще лох и пасек лох и пасек ай-яй-яй а теперь нет инвиза пепка не добил совсем чуть-чуть предатора и не было инвиза не было так 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 что будет дальше конечно же параллельно с этой сей бойней за мейджор айтемы у этих ребят будет битва за часики среди звезд квейка на этом турнире вообще можно выделить да ребят зарегистрировался бейс и я несказанно рад приходу еще одного пролиговца а именно маркуста кельца ребята сегодня швед будет выступать тоже их мы увидим немного позже пепка аккуратничает и вот ребят мои слова так как в воду глядел можно описать пара минут и никаких фрагов был серьезный замес который отпустил предатор 60 хп дядя пепка все равно рискует и смотрите прям перед выстрелом да куда ты падаешь альо 60 хп куда он драться нангел видимо 60 хп это явно не предел для пепка и теперь для никиты более удобная позиция для заема желтого ну конечно же и миги и конечно же миги довольно много времени заимел дилей и тот кто на контроле вот здесь вот я не понял мог предатора видимо ошибся по звуку или как не было звука может быть от пепка это очевидно почему он так именно нагло пришел на эти часики почему именно так нагло он пришел на эти часики однозначно никита хозяин контроля сейчас и вайзеру надо что-то вот прям думать 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 придумать понимает пепка что там еще дефицит рельсы но мига возвращает пепка в нормальное состояние его здесь вот может повернуться вскоре есть есть еще одна надо взять он ушел в инвист и услышав это предатор забирает забирает ребята хэвик пепка сейчас в очень шатком состоянии будет драка будет близкий контакт свалился на джампаде два раза ребят два раза свалился на джампад предатор какая же ошибка во время атаки такое важно и он бы добил его сток и пасеков и вот здесь интересно смотрите виляет носом пепка интересно и да именно в момент прицеливания предатора делает эти дожи резки туда сюда не давая возможности по нету попозже но предатор передавливает его благодаря повышенному надпепка стекам ты куда ребята пять минут и 11 какая интрига пепка победитель предпоследнего турнира и статьи и вот во втором раунде уже запрекла боротьба пара секунд до миги опа пепка уже знает конечно тоже тайминги но здесь отдоджил предатор надо сохранять спокойствие позиция лоу граунд можно наловиться ракету но впереди хэви опа именно по звуку определил момент когда можно занять более удобную позицию она занята и пошла перестрелка та-та-та-та-та хэви армор отбит предатором максимально прагматичное оружие было выбрано 3 bull мигали жить пэмс разной мобилки красавчик вообще вот это хайлайты а красота да и только ребята ну балдеж балдеж это пытается наглеть но сразу же теряет весь тот стек который ему удалось приобрести с помощью этой эмоции мига через секунду желтый также достается предатору уже вырисовывается некий цикл следующий желтый и хэви будет ли драться нет занимает позицию на хэвис слышит внизу рельсу там пепоч не хэви тоже достается вайзера до просветки а я ей по голове хотелось бы прилетела что есть пепка чувствует расстрелянность оппонента отходит во своя си стек имеется у вайзера надо каким-то образом встретить выдавить энвиз и после этого на контроле конечно же еще попытаться убить 52 следующая хэви часики не все съел и хотелось бы конечно чтобы вайзер ходил через часики если он будет ходить через часики а белка вайзера позволит ему стаканится но некую прагматику видите некий плюс бэк возлагает предатор и лучше а ладно он хочет плюс бэк играть без базара ничего не оставалось делать пепка как просто атаковать эту позицию и здесь ва-банк пан или пропал в этом случае пропал для пепка и пан для предатора 5 секунда хэви да но пепка явно стеком был богат 19 хп осталось у никиты при формировании этого прага однако сократил до минимума преимущество предатора и вот здесь вот предатор на стеке уже заходит но ловит ловит контролечку вот эту штрафующую рельсу но не сдаваясь успеха продолжает жрать стек выживать и речь уже о следующем хэвер море блин странно ракета вроде бы прямо тут возле плеча пролетела но никакого дыма же не нанесла пепка атакует чувствует чувствует но хп дядя ничего не подделаешь предатор считал тайминги да еще и пп это гэгэс ребята это гэгэс второй раунд заканчивается в пользу предатора со счетом 21 вот такой вот камбэк так скажем квейк от алда квейка димы предатора поздравляем ребят это было действительно очень круто гэгэс смотрим дальше турнир ну чтож все интереснее и интереснее ребята по накалу уж точно будет горячее против дончезора придется димки предатору воевать и это снова авокин как и было первой карты предыдущих двух раундов всем приятного просмотра поехали смотреть поехали кайфовать предатор понимает по отсутствию звуков что дончезор просто три штуки подряд попадает здрасте сто процентов рельса ставки да надо ставки делать ребята ставки сделать одну секундочку ребята я вывалюсь дабы сделать вам ставки три минуты у вас есть ставки пошли ребята ой-ой-ой хорошая рельса да да час просто забудет предатора этой рельсой домучил домучил данчес предатора рельсой благо для предатора парочка всего лишь осталось этих рельс потом придется пополнять ляпнула да да некую неаккуратность проявил предатор в этой позиции мобилка была удача зора и здесь он конечно очевиден был результат одновременно появляется кайтом и кайтом и имеется ничего себе этот рикс надо будет потренировать интересно у меня до сих пор он не получался дача сумеет красавчик элементы дефрага всегда ценились это уже тир-2 такой прыжок дальше делает дела и здесь вот папа папа предатор залепил все таки ту рельсу и становится хозяином ситуации ребята и сравнивает счет как можно быстрее забьете в респа он поднимает где появился тот же зор и сейчас это дело и который формировал дальше не будет играть ему на руку надо было сразу руки джампы то скорее всего туда почему-то вот не работает пола киллер уносит ноги предатор конечно же ему я ее ее парочка после двух рельс конечно сложно сражаться на шафтах это очевидно дабы на вк play live ребята поставить качество 120 fps у вас должно быть вы избрано качество источник то есть максимальная 1080 full hd если у вас стоит 1080 именно выставлено то вы смотрите стрим в 120 фс как много рельс накладывает анчидор как много рельс мой дорогой да и здесь некий вабанк играет предатор дабы забрать мегу но ничего не получилось надо было немножко дальше пролететь на этой сферы ну какой красивый прыжочек но молодец данчи зорчик да да со времен как он был с питочком на турнире прошло много времени и очень много всего изменилось дача стал одним из самых респектабельным игроков на турнире в реальности задача заболеют много его игра красиво динамично и всегда очень аимна вы представляете ребята какую работу над собой какую работу вообще надо было проделать над теперь спортивной формой дабы добиться таких ошеломляющих результатов еще небольшой инсайде который я уже рассказывал перед баном игроков снг в пролиге данчи зо официально было разрешено участвовать в отборочных пролигу ребята официально было разрешено но предатор вот перемалывает немножко ситуацию неплохо играет дима естественно однако вы посмотрите что делает данчи зор давайте посмотрим таблицу дэмэша сейчас после этого файта 2 600 против 2 300 я казалось думал что по-другому там развешан дэмэдж но однако нет предатор тоже красиво играет ребята 4 минуты принципе можно еще поверить что некий камбэк возможен однако мигу выжрал он только что даже не заметил этого момента видно переживает ай-яй-яй-яй да это колючая рапира это рельсы данчи зора эти 56 процентов 64 прошу прощения 64 Какая красивая Навзвесь такая вот Именно насквозь Навзвесь рельса Клод Ха-ха-ха-ха Предатор тоже фееричен Действительно, однако Никит Эмп все-таки у Димы на Какой-то градиент Меньше, нежели у Данчидора Ну и еще и герои Обуславливает, да Рейнджер все-таки относительно тех скоростей Которые может разбить строк, проигрывает Да, не тут-то было Ребята, а вот здесь вырисовывается картина Которую можно Да вспять повернуть в ситуацию Если Данчид еще хоть немножко аркадности проявит Можно будет говорить о полностью Вообще реализуемом и возможном Плюсбеке До камбэк Опа-па-па-па На 90 сюда, птичка Пеничка Хороший трикс получился Нежданный, так скажем, от Рейнджера Хитро играет Данчидс Вернулся попросту в эту ситуацию В эту позицию, которую можно еще проатаковать Минута времени, три фрага Ё-моё-моё Осталась одна минута Впечатляюще Шафт Один фраг, ребята Мега через пять секунд Можно драться, ребята Тридцать секунд Один фраг Ну ля Ах, а это мы Да как же Ух ты, молодец, конечно Да, сейчас попадают Очень важную рельсу Очень-очень важную рельсу Ребят, красивенный, конечно, матч Красивенный, однозначно Молодец, предатор Я респектую Да, но у Данчидсу удалось больше фрагов нанести И 58 прекрасные рельсы Да, этому тому явно благоволили ГГ, ребят Первая карта третьего раунда За Данчидором Смотрим дальше Там может быть совсем все по-другому Так, ну что Поехали, ребята Краптед кип Данчис на Голене выступает Я даже не знаю, какой герой здесь предпочтительнее Дум или Голена Дум может неплохо двойным джампом на Меге Там из этих позиций Голена пользуется тем, что есть уже мейн пушки Ракета Шафт Всячески пытается Получше позишн Взбодриться Мега была поднята И смотрите, Горена просто мчит наперед Дима очень красиво Плюс бэчит Не давая себя в обиду Первая шока прошла мимо Да И судя по всему Если бы было не так, то Все шансы имел бы предатор Для того, чтобы Ё-моё, ё-моё Просто вторая ракета настигла Перед самой хеви-арморкой Просто настигла Ух ты, как много плазмы Наелся данчезор Не все еще потеряно Стоит на данный момент Предатору, конечно Себе подчинить тот контроль Который выбил орал Выбивал данчез И судя по всему Так происходит Но надо срочно лететь Но почему-то предатор Не предусмотрительно Не предусмотрительно Ребята, сделал Надо было врываться Ух ты Да, вовремя, ребята Второй фраг Надо еще зарабатывать предатору Я хотел бы его так Вот именно повернуть Да, ситуацию Так, спакушечка Хорошо, теперь у предатора Есть эти пушки Данчезора, нету В нихуя наглость Играет Данчезор Однако 2-2 Предатор пресекает Попытку Галена Почему я просто не пойму 70 кп И ты идешь в атаку Наверное тайминга На мигу не было И он переживал Думал, что все-таки заберет Неплохо так прожарки Бог, конечно Вносит свои коррективы В стэк Данчезор Но предатор Неплохо стреливается Еще успевает читать Тайминги Фу-фу И позиции оппонента Номер один Найс ван Говорит Данчезор Действительно Эти ракеты Заслуживают уважения Сегодня уже Вторая итерация Того, что Предатор Показывает нечто подобное И это, конечно Ну Где ты был раньше Хочется спросить Ой-ой-ой-ой Наглась от Данчезора Которая сыграла В реализацию Не спешит прожимать Респаунд Предатор Чтобы не открыться Вот атаку 9 хп Ну Стартовая Не, уже не стартовая Шога, кстати Из дума Этернала Мега так же Через пару секунд Но только не Прозевай ее Да, хорошо Гвозди от Данчезора Просто приводят В восторг Зрители, ребят Вы посмотрите Как будто бы Приклеены Самонаводящиеся Данчезор выходит вперед Однако Стэк поет Романс и Ада Основного айтема Еще 5 секунд Бежит ли предатор Нет Предатор Прагматично Там собирает Пушки И потом Будет драться Я даже не знаю Исходя из какой Парадигмы Супермашинка Неплохо Отработали Ребята Соточку Уху-ху-ху Ребята Летит Вторая сотка Сюда Атака Пресечена Какой динамический Разворот Ты шо Алло Ха-ха-ха-ха Класс И предатор Выходит вперед На его щиту Мига Есть Часики В оверхилл Уже играет Конечно же Дончезор Стоит исходить Из этого Минус 45 Великолепно Снова Пресек Атаку От Галифе Брони Не хватает Но Зато Мига Приходится Довольство Стоей Надо Шарты Забирать Сотка Галени Снова В рожу Ребята И Есть Броник Вот такие Мансы Делает Дум На этой Карте Не забываем Что там Оверхилл Стоит Уголю Оу Воу 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 По звуку Определил Местоположение Предатор Это же Конечно Сильно Триггерит Дончеза Он лезет Вперед И терпит Терпит Три фрага Плюсом Для предатора Да Ребят Довольно много Дэмэджа Конечно Приходится На душу Дмитрия Однако Данчес Проявляет Некую аркадность Этим И Очень дорого Платит Уже 4 Фрага Преимущества Для Дума Ляпнула Ракета Важный Момент Какие же Прекрасные Наперед Контролички Пролетают У Димы Да Хэви Идо Миги Еще Очень Много Времени Примерно Понимает Но Предатор Давно Не ходил В той Области Не понимает Что там Тотемы Ах Конечно Пожгучее Оказался Шрафту Данчес Дора Меняет Он положение Одного Тотема Надо было Подлечиться И возможно Из-за этого Сейчас распадется Весь Оверхил Который Даня Собирал Очень Аккуратно Отыгрует Эту Ситуацию Предатор И Практически Одновременно Поднимаются Мейджор Айтемы Данчес Дору Приходится Работать Именно Наперед Менее Двух Минут Осталось Времени А Впереди Еще Три Фрага 10 ХП Остается Уголенный Вы Посмотрите Везение Подрыв Ну Когда-то Должна Была Свершиться Эта Атака И Судя По Всему Пришло Для Этого Время Данчес Исходя Из Тех Правил Что Плюс Бэкать Конечно Полегче Чем Атаковать Можно Сказать Что Данчес Дор Ну Да Чуть По Имнее 45 секунд Ребята Два Фрага Сейчас Что-то Сумасшедшее Мы Мы Должны Увидеть От Данчес Зора Надо Что-то Делать Аркада Абонзай Давай Ха-ха-ха-ха Типа Фейк Рокет Джамп Чтоб Немножко Запутать Атака До Основных Айтемов Еще Да Ребят Все-таки Срывает Крышку С Предатора На Минимум И ХП Остается На Минимум Но Предатор Забирает Мегу 15 секунд Я аплодирую Предатор Просто Снимает Данчес Зора Ребята Снимает Все это ХП Настолько Тактично Считал Все 10 минут Однозначно Это ГГ Пока что Лучший Карапт Этого Турнира 1-1 И нас ждет Очень интересно Как Сегодня Прям Хэштег Интерестинг Висит Над Турниром ГГ Ребят Смотрим Дальше Так Предатор На вайзере На руинах Пытается Ну Очень Много Конечно Надамажил И Данчес Однако Анарки С шафтом Полепше Будет Чем С плазмы Стрелять Полепше И Здесь Конечно Пара Соточек Из Ракеты От Данчезора Не Заставили Долго Ждать Смертушку Предатора На вайзере Это 2-0 Надо Поаккуратнее Конечно Быть Анарки Очень Опасен Очень Очень Опасен Красивые Прокидывают Ракетки И предатор И данчезор Однако Стэк Говорит Сам За Себя Ребят Когда Ты В Размены Играешь Ой 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 Тыш 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 Забежала В Жопу Мыш Красиво Блин Вот Это Конечно Хуже Моментик Не Растет Дилей Не Растит Дилей Предатор Решил Одновременно Хороший Считает Оппонента Ай Мало ХП Остается И даже Здесь Не успевает Дэмэджа Нанести Анарки Анарки Так скажем На манере Прям Ну На своей Ворвался Просто голову Отстреливает Вайзеру Еще одна рельса Ребята Красивенные Рельсы Тулит Данчадор Воу 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 На скорости Это был Флечет И здесь Пилу Приготовил Предатор Для своего Оппонента Но Не долетев Да Встретился Познакомился С его Лети Так скажем Ракетой Нет понятия Видимо Блин Потерялся Предатор Я не понимаю Почему Данчадор Снизу Был И не поднял Хэви Армик Почему Неплохо Сейчас получается На Каком Сразу Не пошел На Хэви Да Но Слишком Много Времени Было Для Того Чтобы Стоять В Открытом Поле Против Оружия Танчадора И Начинает Снова Анархи Проганивать Проганивать Гонять Парэспам Не все рельсы Конечно Удается Попасть Четыре Секунды Остается Дамики Помнит Ли Тайминги Предатор Да Да Это жестко Видимо Почувствовал Что будет Хилиться Именно В этой Аптечке На этой Аптечке Вайзор Такая Атака Конечно Из телепорта Выскочила Зараза По перспективнее Даня выступает На руинах Сейчас Нежели Это делает Предатор Как-то Упустил Именно Момент Дима Но Не тут то было Да Себя в обиду Не дает Ай-яй-яй Какой Промах Еще один Не все Летит Просто Не все Летит И снова Пришлось Отдать Хэви Армор Который Следующих 38 Наглостью Просто Давид Скейтом Так скажем Даня Зор Своего Оппонента Ну Не все Потеряно Ребята Я верю В некую Возможность Молодец Мега Хэви Лежат Надо Ракетку Схватить Блин Ну там Гулькин Нос Этого ХП Данчис Все попадает Красавчик Просто Красавчик Да Старается Аимный Умеет Магет Практикует Мега Хэви Разменялись Разошлись Великолепный Шафт 44 Общего Процента У Данчизора Презатор Ну Вот здесь Вроде бы Как вырисовывается Неплохой Контроль Основных Айтов Потому что Первая Мега И после этого Можно падать На Хэви Молодец Молодец Обьюз Да Вот он Он Немножко Подождал Мега 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 Блин Ну анарки Пытается Мега 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 Только дай Немножко Времени Чуть-чуть Надо Времени Выдержать Пошел 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 Ну вот он Не верит Своему счастью Скорее всего 9 секунд Сейчас между Основными Айтемами И обилка Вайзера Только не Эта Ракета Должна Каким-то Образом Помочь Вайзеру Ай 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 Ничего Не удалось Попасть Да Действительно Ожидаема Была Эта Атака Для Данчезора Да Молодец Данчезор Молодец Не дает В обиду Хранит Заработанное Да И Контроль Переходит К Анарки Анарки Начинает Искать Да Очень быстро Сюда Ша Да Да Ребят Только Только Немножко Условий Для этого Гипербыстрого Чемпиона Как Анарки Воссоздается Он уже Сразу Именно Значок Шерифа И Поиск Бандитов Ого ГГС Пишет Предатор ГГС Действительно Очень Очень Много Дима Сделал В этом Бою Для того Чтобы Все таки Не пасть Но Не случилось Перед ним Титан Стрельбы Титан Стрельбы Полупенал Верхней Сетки Ребятушки Кельц Сегодня Маркус Вернулся На поля Эстоте И Сейчас Данчезором Будет Драться Ух ты Как Данчезор Плотненько Вообще Поднавалял Первый Разочек Ха 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 Жестко Жестко Так Ребят Собрались Какие Я уже Начинаю Тротлить Какие-то Кнопки Не те Нажимал Бывает Так Практически Одновременно Поднялись Айтемы У Танчезора Есть Основные Пушки Однако Вот Супер Машинки С которой Сейчас Стреляет Кельц Нет Придется Выкуривать Копалкой Ковырялкой АК-3 Болцом Довольно Много Дэмэджа Нанес На Вон Нанес Товарищ Пикер Так Есть Подъем Хэви Армора Мигаль Лежит Ребята Формируется Делей Данчи С другую Сторону Рез Плиз Смотрите Просит Рестарт 9 минут 1-1 Окей Какие-то Проблемы Видимо Были У Данчи Зора Ну Разное Бывает Разное Только Контроль Потерял И все Ну Допустим Смотрим Дальше Так Ребята Администратов Турниров Ака Михаила Ёныч Описал Проблему Которая Случилась У Данчи Зора Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Пока Ты там Летал Дядя Ха-ха-ха-ха Пока Ты там Летал Гугл Говорит Айоныч Гугл Ребятки Заглючил У Данчи Зора Судя по всему Во время катки Данчи У меня Вылетело Все Да Квейк Ливнул Ребята Квейк Ливнул Ебать Просто Ну что ж Такое Ребята так ребят ну ссоре будем смотреть вот таким вот образом и тоже в принципе наслаждаться но уж извините там сфера было да я не помню того момента надо будет посмотреть ребят но тем временем 30 квейк вышел из чата снова давно не согласен вообще согласен вообще дрон это вообще надо его забанить забанить надо мига за танчезором вырывается и снова казалось бы строк должен такие выпады делать действительно агрессивные но ракета танчезора не заставляет долго ждать так хорошо следующих и в 19 где-то дать их кельсец размечтался в лес размечтался но неплохо ребята я буду суфлером я буду суфлером в этом плане для танчезора это весело кстати так сейчас я немножко этот стресс уберу поехали уже в позиции находится кельц ловит соточку и сегодня ракетки конечно отдачи здорово важнейший элемент своего проявления имеют они попадают ребята строк не осмеливается на дефиците хп заходить на хэви армор так лёгенькая перестрелочка посмотрите 100 хп сбрил просто 100 хп сбрил за пол секундочки кельц не из тех кто будет попросту сдаваться и здесь минимум хп остается у рейджера да и кельт забирает конечно же этот фраг но не тут-то бы слишком крутая шока только что было продемонстрировал равана датча дурам на ребята ну так подпадать тоже очень очень важно там сколько наверно пол хп осталось впервые в историю кельца осталось пол хп не долетел питер 120 было нанесено по инкланкам с супер шуги 3кп у нее и и и и и и зарегала ракету да скажите мне что не за да не зарегала танчес не зарегала вообще ракету ну там два варианта мы выберем тот который предпочешь ты со сферой так выжил две сотки каким образом ты же не брал аптечки это air волкер стайл ребята не судите строго вдруг чего ребята чтобы заиметь да тут на суги надо хочет смотрите у каждого минимум хп 11 остается у рейджера забирает этот фраг датча дор что ты тут делаешь в них и диссонансы ввело поведение кельца дончезор негодует якобы по канонам квейка стоило ожидать на хэви машинки да это вообще просто не срисовать не вообще описать что же он там делал ну просто вообще очень низко интеллектуальный молодой человек все но я не хочу так играют на что он делал топ-контент ребята именно ради этого контента вылетел квейк именно ради этих inside information of для вас ребята но какие шладкие комментарии вообще прям из русла контента ребята русло я просто не хочу играть по микрофону шбот блеск он не может так выигрывать ребята я молчу вообще ребят это гг это гг это 1 0 пользу кельца ребята не менее интересные а вукин кельц на клочке выступает ой-ой вторая рельса и третья рельса для донсизора можно представить он ровно как вот этот дум просто весь в огне уже помните в журналах наука и жизнь была фотография космонавта с реактивным ранцем ребята алтой и что-то делает что ты делаешь давайте заданию посмотрим таком случае за борт выпрыгнул кельц и это упражнение конечно же немножко потушила задницу донсизора по-любому плачу все равно удалось добраться и просто врывается на более высоком стыке в драку кельц понимая то что шахтить у него тоже получается домики еще целых семь секунд до пятерочку позиции уже занял донсизор и плачу надо конечно искать все новые и новые какие-то пути достижения стека достижения стека и горюк как смели что-то хоть стой хоть падай вообще он все равно драться кельц все равно до конца драться проявление наглости в проявлении некой уверенности ну и конечно же ребят проявление перфектного счета таймингов пытается допрыгнуть снизу вверх до чего и я ее просто пригвоздил и снова вообще красавчик лучший кельцет какой непонятный полуфинал верхней сетки сколько много контентуса ребята ребята сколько много контентуса попросту ха 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 плач не оставляет шансов дабы нанести какой-то дэмэдж я посмотрел постоянно переключается на альтернативную версию а белки бур включает кельц дабы нанести еще дэмэджа опа здесь минимум кп сталка обалденный вообще мумент от кельца но танчезу удается нанести это дэмэдж и вроде бы некий спокойный такой дух посетил сейчас даниила но снова просто обожранный кельц выступает на плачей и претендует на какие-то вот позиции дэмэджи диско малярия ребята диско шар врываясь формирует свой пятый фраг если это еще одна не но это просто жесть да рельса у кельца конечно 83 процента ребята 15 из 18 и он попал я думаю что там многовато вообще 83 процента был шанс только что продемонстрировать и еще третий раз как можно за борт на клаче выступать потрясное владение таким героем как клач это самый сложный по моменту герой самый-самый сложный но его имбовость смотрите есть конечно у этих ребят кто умеет так сильно выступать на них вперед назад прыг скок скок шмок скок сток сток шмок спок шпок сток кук шмок смог кук пиши танчезор пытается исправить ситуацию на опилке врывается 10 кп остается но да молодец переламывает ситуацию танчезор и если остались цифры тайминга хорошо вот он ну куда ты пошел ну маленький ты мой уже сформировал амбилку клачет там хэви лежит на и датчик не выступает из парадигма контроля основных айтемов до стартовый стек клача тяжело разбить а того клача который еще и жрет айтемы основные подавно данчес покидает матч ребята это ггс на это ггс судя по всему надломилась на караб демораль у данчезора и это не принесло ему никакие плоды в чате открылись распри дебаты по поводу того как стоит себя вести как стоит говорить или не говорить во время проигрышей но не знаю ребят у каждого есть свое мнение на этот счет я конечно позволяю себе иногда сказать лишнего в сторону оппонента несказанно это было тысячи раз моей квой карьере но когда про меня что то говорят всегда умиляясь и воспринимая это как наилучшие комплименты реально чем сильнее этажность чем выше этажность мата в свою сторону тем более приятно когда вот противника ты все-таки смог довести до этого состояния ггс ребята кельс выходит финал верхней сетки со счетом 20 смотрим дальше